Звонок на перемену для школьников не сигнал к отдыху, а начало марафона. Кто быстрее доберется до столовой. В Солымской школе номер два обучаются 344 ребенка. А за вкусный обед здесь отвечают пять человек. В шесть утра они уже на работе. Сегодня в меню овощной салат, компот из мандаринов, котлета на пару и любимые детьми макароны. А еще здесь вкусный и пышный хлеб, которым славится поселковая пекарня. Оцениваю еду в школьной столовой я хорошо, потому что еда всегда свежая, теплая и все всегда очень вкусно. С детства меня родители приучали есть все, поэтому какого-то конкретного любимого блюда у меня нет. И меня все вполне устраивает. Всего хватает, порции большие. Сытость чувствуется еще долго после школы. А из любимых блюд я могу выделить школьную солянку. Командует на кухне Ольга Макарова. Повар с 20-летним стажем. Говорит, готовить стало намного проще после того, как два года назад школу капитально отремонтировали. В пищеблоке появились сразу несколько цехов и новое современное оборудование. У нас есть пара конвектоматов. Это наша палочка-выручалочка. Без него бы я не знаю, как мы справлялись бы. Очень быстро все готовится, все на пару. Как бы все это здоровое, питание получается. Детям очень нравится вот именно вот на пару. У нас то, что приготовлены котлеты и прочее. Впрочем, здесь всегда готовили с душой. Секрет, щепотка любви и, конечно, профессионализм. Чудо поваров решили не скрывать от общественности и заявились на региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая столовая сельской школы». Потому что я считаю, что именно наша школьная столовая самая лучшая. Во-первых, материально-техническая база оснащена по современным требованиям санитарно-гигиенических норм. А второй причиной для меня является удовлетворенность питанием наших детей. За разнообразием меню и качеством продуктов следят и родители. Их пожелания также учитывают при составлении школьного рациона. Вопросами безопасности питания занимается родительский контроль. Родительский контроль у нас проходит ежемесячно. И после этого составляются акты. Акты посещения столовой. Естественно, главными проверяющими в этом вопросе являются сами родители. Оценивать качество и организацию питания в школьных столовых будет компетентное жюри. Итоги конкурса подведут в мае. Но каким бы ни был результат, самые строгие судьи – это дети. И самый высокий балл для поваров – пустая тарелка после обеда. Розан Гладкова, Владислав Береговой, 7 канал.